Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкин и сегодня я нахожусь в Турции. И как турист, который познает горячую страну у моря, я познаю ее через море, через пляжи, через историю, естественно же, ну а также через еду, потому что это большой плац культуры любой страны, любой нации. И будучи уже три раза в этой стране и в четырех и в пятизвездочных отелях, ты понимаешь, что да, еда здесь своя, но внутри отеля она не особо-то отличается, поэтому давайте сегодня попробуем еду, которая есть и у нас в стране, и в стране в Турции на улице. И та еда, которая нравится нам всем и входит у меня лично в топ-5 самых вкусных блюд. Это шаурма, которая здесь называется кебаб. Про этимологию говорить не будем, нужно быстрее бежать и пробовать, так ведь, видите, для этого включили, да? Хорошо, поэтому давайте дождемся вечера и попробуем на базаре, на местном, эту шаурму. Ну так, глупо как-то будет, если вы вместе со мной так будете ждать. Давайте, для вас секунда, для меня пару часов. Ну, как я обещал, для вас прошлась всего секунда, для меня пару часов, и теперь я нахожусь, можно сказать, в центре базара поселка Кемер, что находится в Турции, где я своей прекрасной женой отдыхаю. Мы сейчас находимся на парковке, потому что по-другому было бы невозможно снимать, так как ходят люди, шумно, музыка и машины, которые сбивают людей просто на перекрестках. И прежде чем зайти в одно из заведений, где можно попробовать шаурму, хотелось бы сделать акцент на пару моментов. Первый момент, приятный для Турции, то, что это курящая страна, так же, как и Россия, но при этом здесь каждые 100 метров есть мусорные баки специально для сигарет, то есть пепельницы. И вы, как курящий человек, можете сразу ехать сюда, переезжать, потому что здесь даже в открытых заведениях курят, как в Европе, при этом у вас тут будет все включено, жарко, пальма и замечательно. Второй негативный момент, это автомобили. В Турции нет правил дорожного движения. Они как бы есть на бумагах, но их нет в принципе, и люди здесь ездят как хотят. Я пытался записать этот дубль уже несколько раз, и когда первый раз пришел на парковку, на меня чуть не заехал один из джипов, которые вы видите за моей спиной, потому что им в принципе похер, они проезжают на красный цвет, не уважают пешеходов и творят, что хотят. То есть здесь лучше ходить по городу с гранатой, с тяжелой, чтобы кидать им в лобовуху, и они нахер взрывались, да, то есть, ну х**, вот эта вся херня. Короче, не будем сейчас переходить на оскорбление наций, а перейдем непосредственно в заведение, где мы будем пробовать шаурму, или шаверму, или здесь кебаб. И сразу хочу сказать, что это будет такое средней паршивости заведение, это не будет ресторан и кафе, а потому что, ну, кто, блин, покупает шаурму в ресторанах и кафе. И это не будет ларек, потому что, ну, я не хочу есть землю, из которой делают эти мясные блины, потому что, как бы, не особо доверяешь, да, аборигенам здешним, потому что им только деньги нужно сдирать, поэтому перейдем в средней паршивости кафе, где закажем, и уже проведем дегустацию данного блюда, и сравним эту шаурму и нашу шаурму. Итак, вот мы зашли в заведение, называется Анкара-Симити, как раз в том же самом центре базара. Сделали заказ, ждем наш кебаб Адана, как бы классический кебаб в лаваше, и потом его раздербаним на тарелке, и будем смотреть, что там внутри, пробовать, и вообще понимать, насколько это похоже на привычную нам шаурму. Итак, не прошло и пяти минут после того, как мы сделали заказ, и нам уже принесли кебаб. И как он, значит, выглядит здесь в Турции? Непосредственно сам кебаб, уже порезанный на четыре мини-порции. Я просил только одну порцию на нас двоих, вот решили, видимо, порезать так. Ну, сервис. Также предоставили нам салат, и предоставили соуса. Это, если мне не ошибает память, это острый овощной соус. Это что-то по типу сливочного соуса. Я его не особо люблю, его моя замечательная жена любит, я его не ем. Но пусть он будет здесь. Как видите, уже есть разница между подачей у нас и здесь. Потому что, когда мы вошли в это заведение, у меня спросили, мол, вы с собой будете брать или на месте? Я сказал, мы будем на месте. И то есть, вот, нам принесли несколько тарелок, да? При этом, когда в России у тебя спрашивают, вы с собой или на месте, если ты говоришь с собой, то тебе дают пакетик. Если нет, то просто вот на тебе и жри. То есть, как бы, ну, разница уже ощутима, потому что это все-таки более турецкое, более южное блюдо, и поэтому сам сервис о себе говорит. Ну, и плюс мы туристы, да, соответственно. Ну, и сейчас тогда давайте сделаю неприятные действия. Я попробую его на камеру и будем оценивать. Пока не раскрывая, могу что сказать. Внутри мясо, и с учетом того, что Турция – это мусульманская страна, и здесь не едят свинину по вкусу, это больше похоже либо на говядину, либо на баранину. Опять же, да, то есть, это, в принципе, более дорогое мясо должно быть, да? Вот, плюс там еще лук. Давайте сейчас откроем, посмотрим, угадал ли я. Может быть, там есть что-то еще. Ну да, там есть соус. А так, в принципе, да, все, мясо и лук. То есть, ничего лишнего. Вот, потому что дополнительный сам салат идет в отдельной ложке, как мы видим, и соус. Давайте сейчас попробуем смешать и сделаем окончательный вывод относительно данного блюда. Не доедая пока, могу сказать итог. Это отличается от нашей стандартной шурмы, потому что здесь внутри нет наших соусов, вот этих, кефирных или сметанных, или чесночных, их нету. Поэтому сам кикбаб более сухой, но при этом из-за свежего салата, из-за свежего соуса, из-за свежего мяса и наполнения, он более натурально ощущается. То есть, и ты понимаешь продукты, которые ты употребляешь. Поэтому, в принципе, если у нас, на сегодня, по десятибальной скале, давайте, есть звезды Мишлена, а у нас тут будут звезды Рыжкина, да, путешествовать будем и пробовать такую кухню, это, я думаю, займет, ну, твердые семь звездочек, потому что, в принципе, я люблю такие блюда. И здесь это приятно есть. Я даже в отеле сегодня поужинал плотненько, но я это все равно съем, потому что вкусно. Мясо хорошее, вот. Как-то так. Поэтому, если приедете в Турцию, обязательно заходите в такие вот места и заказывайте именно такие блюда. Не всякие картошки фри, жареную курицу, какие-то отбивные. Нет, пробуйте то, чем, в принципе, живет страна. Вот. Ну, а на этом, я думаю, закончить. Тем более, мой замечательный оператор по совместительству, моя жена, и наоборот, уже пускает слюни, потому что, как бы, тоже хочет попробовать. Ну, и классическое блогерское. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И давайте продвигать данную тематику. Если она зайдет, то будем рассматривать и другие блюда, и другие национальности, и в нашей стране, в России, и в других странах, потому что путешествовать я не прекращу, потому что это интересно, и вам советую. Ну, а с вами был, если будет всегда, Данила Рыжкин, самый субъективный бородач на всем ютубе, во всем интернете, не будьте нормальными, будьте рациональными, и больше путешествуйте, чтобы познавать мир, и быть умнее, и саморазвиваться. Всем спасибо. Всем дизлайк. По скрипту мне большой. Дорогие дамы и господа, забыл сказать про цену данного блюда, то, что вот вы видели, мы уже поели, и в перерасчете на русские рубли, это будет приблизительно 280 рублей, ну, то есть, грубо говоря, две наши шурмы, но вы посмотрите на объем, который я заказал и съел, и сравните его с объемом из подачи у нас, я думаю, и с учетом курорта еще, да, я думаю, это, ну, достойная цена, если бы стоило в перерасчете рублей 220, вообще бы цены бы не было, но еще плюс, опять же, возвращаясь, я могу курить, я прям в заведении поел, и сейчас курю под шатром, музыка играет, зелень растет, жена за камерой, идеально, идеально. Субтитры создавал DimaTorzok